всем привет всем здрасте дорогие друзья сами кисель и свершилось психологический барьер в 90 лет пройден я вам это видео расскажу как сделать корабль который будет прыгать 90 плюс световых лет вы скажете а нафига это нужно а я вам скажу я записывал видео касательно построение корабля для исследований когда я говорил то что некоторые моменты меня поправили в комментариях то что самое главное это прыжок почему-то не 83 года и так далее так вот для этих людей господа можно сделать уже лучше 90 давайте-ка все это дело посмотрим и да обсудим нужно ли это вообще или нет и посмотрим на этот же корабль но немножечко построенный по-другому обо всем подробнее далее с вас как всегда лайк подписочка колокольчик осмя контент поехали конечно это приятное ощущение что ты можешь прыгнуть 90 лет это круто но как видите следующий прыжок у меня сожрет практически все мое топливо ладно давайте-ка перейдем к фиту будем смотреть его на космоверфи а потом ковырять в креолисе потому что есть кое-что ну нужное помимо просто большого прыжка и не забывайте то что когда вы будете заряжаться от нейтронки вы сможете зарядиться у от до 360 лет если не ошибаюсь бонус там увеличивает наш прыжок в четыре раза я настолько обленился то что даже на прыгоконду поставил стыковочный компьютер весь секрет здесь именно в fsd двигатели которые мы получали два раза за две цели сообщества в системе alcor cs . колония бридж возили керамокомпозиты и так далее нам вот выдали 2 на него можно поставить экспериментальный эффект если что я об этом говорил в видосе сейчас вылезет подсказочка про сейчас лететь к инженеру показывать не особо хочется и это нам позволяет разогнать до 90 лет можно лучше и еще больше кстати но это я вам покажу же на кариолисе у меня тут много чего не до инженери на а так корабль пустой топливозаборник кстати можно поставить получше силовой нам хватает ускорителя fsd стражей конечно же как же без него ну и чисто ради меня ленивого улучшенный стыковочный компьютер можете его заменить на помощь гипер крейсерском режиме и пожалуйста подробный сканер поверхности ну естественно ставим апр очки хотя бы одну шестую отключаем ее она если я не ошибаюсь ни черта толком то у нас и не весит ну да не весит но потребляет силовую но мы можем и отключить через раздел модули который у нас находится в четвертом меню то есть просто вырубаем и все когда она нам понадобится вырубаем наши маневровые двигатели и врубаем апр и чинем то что нам нужно а силовая установка здесь вообще второго размера при этом усиленная в пять гаек без экспериментального эффекта и этого хватает маневровые двигатели пятого размера но если у вас будет силовая четвертого размера пятой маневровой вы не поставите скорее всего это понятно система жизнеобеспечения облегченные в четыре гайки а не в пять я же говорил можно лучше распределепитание вообще без инженеров сенсоры на облегчение топливный бак друзья к сожалению на 8 блин тонн а теперь давайте попробуем это докрутить в еще больший прыжок с таким же топливным баком но сильно выйти за рамки 90 лет у нас не получится у нас получится 90 целых тридцать шесть сотых и топлива нам хватает на один полный прыжок что у нас тут получается та же самая силовая но с экспериментальным эффектом урезанный вариант далее маневровые двигатели с просто одной чистой до настройкой и опять-таки урезанный вариант это мы не трогаем здесь 5 гаек уже распределить питание быстро заряжающийся опять-таки эксперименталка урезанный вариант сенсоры ну опять-таки облегчение 5 гаек и вот это максимум что вообще сейчас доступно но я бы так не летал правда но не мое это не нравится потому что ну как бы хочется что-то еще поставить а хотелка у меня большая так вот что у нас получается сколько там прыгала анаконда пустая с обычным fsd двигателем а класса с инженерами 8384 здесь анаконда на фаршированная у нас прыгает максимально восемьдесят четыре с половиной нотка топлива мало восемьдесят один и три груженая условия то что съесть грузовой стеллаж на 32 тонны топливный бак здесь тоже на 32 тонны в сумме мы можем пролететь в общей сложности 300 плюс лет на полном баке и заправочка у нас стать хорошая здесь что у нас поменено силовая здесь стоит 3-го размера а класса также усиленная маневровые понятно остались без изменений фсд без изменений без изменений здесь все без изменений мы поставили сюда 3 6 хпр ки возможно даже слишком много но все равно можем почему бы и нет грузовой стеллаж для дронов дроны ремонтники именно пятого класса чем выше класс дрона тем больше он будет вам ремонтировать корпуса это хорошо ставим у скрытель фсд стражи понятно гараж планетарного транспорта на две ячейки мало ли что случится с одним из трп на всякий случай пусть будет вы можете застрять текстурах и так далее да я знаю если вы застрянете в текстурах на планете вы можете зайти в обычную элиту которая даже без горизонтов самое-самое обычное и либо перезайти в одессе перезайти в горизонт и вас на выкинет на орбиту планеты но все равно поставим такой вариант контроллер дрона сборщика мало ли что вы там собирать будете щит и генератор хоть какой-нибудь можно конечно поставить призматический но он тяжелее и дроны разведчики подробный сканер поверхности все у нас сюда вмещается ну вместо дронов разведчиков если хотите можете поставить помощь в гипер круизе но в любом случае у нас получается очень приятный прыжок и наконец таки я пересяду на этот корабль со своего края до фантома ибо ну даже в таком виде прыгает он хорошо а если вы его загрузить дронами полностью у вас будет 77 лет но 77 и 4 хорошо что тоже много что действительно много до такой грузовой стеллаж не нужен в принципе потому что когда вы дронов синтезируете они синтезируются вас по четыре штуки если я верно помню вроде по 4 но пусть будет дополнительное место мало ли что найдете себе поставите я это вижу таким образом я не вижу особо смысла делать корабль в 90 лет учитывая то что он пустой и может прыгнуть один раз грубо говоря на полное расстояние здесь хотя бы как-то поудобнее как-то получше может быть может быть тот корабль с 90 прыжком накинуть ему слегка топлива и в пустом варианте отправить в колонию чтобы быстро туда долететь это как вариант но на постоянные вылеты в исследовании на которые люди летают я бы рекомендовал такой вариант который вы сейчас видите на экране и до бусто здесь нету ай-яй-яй но не забывайте один момент она конточка у нас довольно фигово управляется в гипер круизе а в исследованиях в дальних тем более в долгих исследованиях вы очень долго будете летать в гипер круизе вам нужно будет к этому делу не то что даже привыкнуть и смириться с этим ну и конечно же посадка на некоторые планеты может быть проблема даже сесть на фантоме оставлять данный фит в описании под видео я думаю смысла особо нету я все показал как это будет выглядеть что нужно делать и естественно все подробно проговорил да и вообще летайте на том на чем вам нравится и не слушайте никого с вами был кисель всем до встречи и пока пока все полезные плейлисты в описании под видео а ну типа летайте и то что вот и не слушайте никого это я про пве моменты в пвп там ребят ну прислушаться придется